В эмиратах представлены на данный момент три вида путевой структуры. Одна – это провисающая путевая структура, которая была представлена осенью 2019 года. Также ведется строительство жесткой путевой структуры для проезда транспортных средств по низу фирменной путевой и по верху. На данный момент ведется строительство путевой структуры, так называемая полужесткая путевая структура. Пролеты на полужесткой путевой структуре мы обеспечиваем 288 метров. Если разбить транспортную эстакаду в целом на крупную узловую сборку, то вы увидите, что есть основные узлы. Это узел анкерения, это опорный узел, на котором опирается путевая структура на промо-опорах. По сути дела, путевая структура разделяется на три основных больших элемента. Уберите любой из этих элементов и путевой структуры не будет. Поэтому узел анкерения, несомненно, один из тех трех слонов, на которых держится путевая. Узлы анкерения – это достаточно уникальные узлы. В гражданском строительстве и в обычной жизни такое очень тяжело встретить. Дело в том, что нагрузка, как я уже сказал ранее, порядка 500 тонн на один узел анкерения приходит. И сконцентрировать свое в одном месте, зачастую инженеры стараются такого не делать. Но вот для нас такие задачи ставятся. И у нас даже была такая ситуация, когда подрядчик брался за монтаж наших узлов анкерения. Возникла такая смешная ситуация. У нас точность выставления узлов порядка 1-2 мм, не более, потому что требования по транспорту. Люди думали, что это ошибка. Люди улыбались, потому что не понимали, как можно 7-метровые конструкции выставлять с такой точностью. Но в наше время это необходимо. Сказать, что где-то существует в мире или где-то в каких-то отраслях наверняка что-то есть. Но, скажем, для повседневного человека, обычного, на глаз это не попадается. Я думаю, это специальные какие-то, специальные места, спицы. Может быть, где-то в высоковольтных проводах, где-то там используются такие анкера. Но, опять же, конструктив и здесь свой. И поэтому каждый конструктор творит так, как ему кажется лучше. Это одно из преимуществ нашей системы. То, что мы развиваемся в двух направлениях. То есть у нас есть направление работы от контактной сети машины и есть направление работы от аккумуляторных батарей. Ведь мы не знаем, что будет завтра. Может быть, завтра сделают аккумулятор, которого будет хватать на несколько дней работы. И этого будет достаточно для удовлетворения запросов заказчика. И тогда вопрос будет решен. Но в то же время отказываться от контактной сети тоже нерационально. Система управления транспортного средства будет построена таким образом, чтобы одиночные независимые отказы транспортного средства не приводили к остановке транспорта на путевой структуре. Для подобного опасного события должны произойти как минимум несколько неисправностей. Причем эти неисправности должны произойти в достаточно коротком интервале времени. Ведь если эта неисправность будет диагностирована, то транспортное средство будет установлено на очередной анкерной опоре или на очередной эвакуационной опоре. И далее в маршрут выпущено не будет. Ну, а расчетными методами мы показываем, что вероятность опасного накопления двух и более независимых неисправностей в течение указанного времени диагностирования непродолжительного, в общем-то, не превышает безопасного уровня. Прозабывать при этом про контактную сеть мы тоже не можем, потому что могут быть заказчики, которые могут попросить контактную сеть. Но как же здесь реализована безотказность работы системы? Дело в том, что и в поездах, если проводить налоги в метро, контактная сеть есть нерезервируемый элемент системы, который при поломке полностью выводит систему из строя, всю транспортную систему. И поэтому он требует к себе такого трепетного довольно отношения, обслуживания регламентированного. У нас немножко другая ситуация. У нас, поскольку машины, машины, которые ездят даже от контактной сети, имеют на борту небольшой резервный, так сказать, тяговый аккумулятор, то есть машина может сама потом закончить маршрут свой, то есть доехать до какой-то конечной точки, по крайней мере, высадить пассажиров. Таким образом мы добиваемся надежности работы системы для устранения ситуации, которые могут быть неудобны для пассажиров. То есть это застревание в метро, например, как в случае метро, застревание в туннеле и тому подобные случаи. Что еще здесь сопряжено с этим? Дело в том, что для того, чтобы обеспечить надежность системы контактных сетей на должном уровне, в таких системах, как метро или железная дорога, затрачивается очень много средств. Фактически на каждой тяговой подстанции устанавливаются две тяговые подстанции. Для того, чтобы есть случай неисправности одной, сразу же подключилась другая тяговая подстанция. Но при этом сама по себе контактная сеть не резервируется. Поэтому надежность в нашем случае, в случае наших комплексов, она выше будет, чем в той же железной дороге или в метро. Узлы инкерения воспринимают нагрузку от путевой структуры через болтовое соединение, либо через сварку. И воспринимая ее в разных зонах, они по-разному ее передают на плиту покрытия. Таким образом, можно добиться небольших напряжений в стале, небольших нагрузок локальных, а при этом от путевой структуры приходит порядка 500 тонн на один анкер. То есть даже при небольших габаритах мы умудряемся, в общем-то, добиться небольших напряжений, долговечности, надежности узла в целом. К тому же, если вы обратите внимание, там есть такое желтого цвета, определенные элементы. Это требования к электроизоляции узлов анкерения. Кроме того, что они должны нести полезную нагрузку, они еще должны быть электроизолированы. Таким образом, появляется дополнительная нагрузка на конструкцию данного узла. То есть эти узлы должны, скажем так, еще обеспечивать необходимую электроизоляцию, безопасность, электробезопасность прежде всего, и выполнять свою основную функцию. Субтитры создавал DimaTorzok